Сразу скажу, что я настоятельно не рекомендую повторять то, что вы увидите, ведь это может сильно навредить вашему здоровью. А теперь поехали! Калифорния, США. Таинственный любитель адреналина в маске шокирует публику YouTube трансляции совершенно безбашенных прыжков без парашюта. Аноним вытворяет такое, от чего у нормального человека кровь стынет в жилах. Он стал настолько популярен, что заслужил внимание канала ABC News. На кадрах видно, как парень без всякой страховки спрыгнул с высоты восьмого этажа с камерами GoPro и приземлился в нескольких сантиметрах от каменного причала в воду. Блогеры Калифорнии теряются в догадках, что это? Скрытая реклама GoPro? Маниакальная зависимость от новой порции экстремальных ощущений? Или не совсем адекватный способ самоутвердиться? Многие знают Чеза Рейнфорда как основателя популярного канала Adrenaline Addiction. А еще по невероятному клифф-джампингу, который этот парень и его команда умеют превратить в настоящее шоу. Путешествуя на вертолете по красивейшим местам Калифорнии, Вермонта, Юты и Орегона джамперы испытывают судьбу там, где это только возможно. Они приходят в восторг, когда появляется шанс побить собственный или установить новый планетарный рекорд. Знакомьтесь, кто еще не знаком – Феликс Баумгартнер, австрийский парашютист и бейс-джампер, для которого титул первый уже давно стал частью фамилии. Это он первым спрыгнул с парашютом с башни Петронос, первым перелетел через Ла-Манш на крыле из углеродного волокна и первым спрыгнул с девяностого этажа башни «Тайбэй-101». Но все эти рекорды – всего лишь легкая разминка перед главным событием в его жизни – прыжком из стратосферы. 14 октября 2012 года Феликс выпрыгнул из стратостата, поднявшегося на высоту тридцати девяти километров, развил в свободном падении сверхзвуковую скорость в тысяча триста пятьдесят километров в час и на высоте около трех километров раскрыл парашют. Спустя 4 минуты и 20 секунд с момента прыжка он успешно приземлился в окрестностях города Розуэлл, штат Нью-Мексико. Свидетелями сразу двух мировых рекордов по пиковой скорости падения и высоте прыжка стали более восьми миллионов человек. И то, что мы видим, друзья, достойно восхищения и, конечно же, лайка! Люк Эйкинс – первый человек в истории, доказавший миру и самому себе, что прыгнуть и благополучно приземлиться с высоты семь тысяч шестьсот метров можно и вовсе без парашюта. Прыжок с легкомоторного самолета над городом Симивали на юге Калифорнии состоялся тридцатого июля 2016 года. Свободное падение продолжалось две с половиной минуты. Разогнавшись до скорости в сто девяносто три километра в час, Эйкинс технично перевернулся лицом вверх и буквально протаранил сетку, расположенную на высоте двадцатиэтажного дома. И это при том, что размеры сетки были всего тридцать на тридцать метров, а расстояние до нее в момент прыжка превышало семь километров. На подготовку трюка у сорокадвухлетнего спортсмена ушло два года. При этом Эйкинс не просто невероятный счастливчик, решивший в какой-то момент ухватить судьбу за тощий кадык. На его счету восемнадцать тысяч прыжков с парашютом и многолетняя работа инструктором с лучшими парашютистами планеты. Кстати, именно Люк Эйкинс исполнил самые сложные воздушные трюки в фильме «Железный человек 3» и вместе с Джозефом Киттингером блестяще подготовил Феликса Баумгартнера к его триумфальному прыжку из стратосферы. Для того, чтобы прыгнуть без парашюта с высоты в семь тысяч метров, Люк Эйкинс тренировался два года. А вот у нашего следующего героя, горячего финского парня, Скайдайвера-Анти-Пендикяйнина, вероятно, в расположении этого времени просто не было. А, возможно, все намного проще, и Пендикяйнин просто забыл надеть парашют. Так или иначе, но парень все же совершил свой экстремальный побег из корзины воздушного шара, поднявшегося на высоту четыре тысячи метров. Ровно через сорок секунд свободного падения, поравнявшись с напарником, Анти ухватился за его экипировку и опустился на поверхность земли целым и невредимым. Если подумать, прыжок с оголенным торсом без парашюта с высоты четыре тысячи метров в расчете на случайный контакт с соседом-парашютистом — риск равносильный безумию. Вероятно, это даже более рискованно, чем то, что совершил Люк Эйкинс, прыгая с семи километров. Ведь если бы за сорок секунд ветер отнес напарника Анти чуть дальше, все бы закончилось по-другому. А как думаете вы, кто все же рисковал больше? Расскажите в комментариях! Первыми бейс-джамперами были китайские акробаты, демонстрирующие публике прыжки с крыш городских домов и использующие маленькие парашюты еще в двенадцатом веке. С тех пор, правда, и парашюты вида изменились, да и дома стали повыше. В апреле две тысячи четырнадцатого года французские экстремалы Винс Реффит и Фред Вуген установили новый рекорд высоты в бейс-джампинге, прыгнув в костюме-крыле с верхушки самого высокого здания в мире — 828-метрового небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Как сообщил The Verge, компания-спонсор Skydive Dubai позаботилась о том, чтобы бейсерам было удобно и установила на верхушке небоскреба специальную платформу. А чтобы переснимать не пришлось, сам прыжок был заснят сразу на несколько камер, включая GoPro. Эффектно облетев вокруг здания на фоне утреннего солнца, Винс Реффит и Фред Вуген открыли парашюты и благополучно приземлились. Вышка, на которую рискнул взобраться Рики Чарльз перед сотнями зрителей в 1987 году, имела высоту 54 метра. Сейчас на ваших глазах будет установлен мировой рекорд, который продержался почти до наших дней. В 2015 году Рики Чарльза на Олимпе безбашенных смельчаков сменил швейцарец Лассо Шале, прыгнувший со скалы 59 метров. Свободное падение длилось 3,5 секунды, а в момент контакта спортсмена с водой регистраторы зафиксировали скорость 123 км в час. В мире смельчаков и покорителей вершин прекрасно знали профессионального лыжника и любителя снежного экстрима Джейми Пьера, установившего множество до сих пор непобитых рекордов по прыжкам с горных вершин. Джеймсу принадлежит абсолютный мировой рекорд по прыжкам на лыжах с горных обрывов – 77 метров. Этот прыжок в апреле 2007 года Пьер совершил на одном из курортов штата Вайоминг для фильма компании «Тенон» «Исследование силы тяжести». По жестокой иронии, 15 ноября 2011 года, в возрасте 38 лет, Пьер погиб от черепно-мозговой травмы в результате схода небольшой лавины на американском горнолыжном курорте. 56-летний американец Даррен Тейлор, он же профессор Плюх, шокирует своим умением выплеснуть воду животом из детского надувного бассейна, прыгнув в него с высоты. Конечно, о рекордных высотах речь не идет. И, тем не менее, повторить то, что делает Даррен, не решаются даже самые авторитетные клиффджамперы. Наверное, вы обратили внимание, что видео было снято зимой, а если точнее, в феврале 2011 года. Это не случайность, как утверждает Тейлор. Плотность слегка подмерзшей воды несколько выше, что позволяет на доли секунды замедлить приземление и точнее скоординировать свои действия. Разумеется, уровень мастерства позволяет экстремалу повторить прыжок в любое время года. Для того, чтобы не разбиться, упав с 11 метров в 30-сантиметровый слой воды, Тейлор использует сразу несколько фирменных секретов. Для успешного прыжка важно учитывать направление ветра, температуру воздуха, время суток и оставаться спокойным. Признался он в своем интервью Daily Mail. Тейлор играет честно, поскольку приземляется на самую обычную воду. Но все же под дно бассейна он предпочитает подложить поролоновые маты, которые помогут в случае чего избежать летального исхода. Робби Мэдисон не случайно оказался в нашем экстремальном списке. Это один из немногих мотоциклистов на планете, который больше летает, чем ездит. Робба часто сравнивают со знаменитым трюкачом прошлого Иволом Книволом. Но многие уверены, что Робби не было и нет равных. Чего стоит его фееричный дроп с лыжного трамплина, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса? Переобув свой байк в шины для супермото, он разогнался до 114 км в час, сумел пролететь 114 метров, достигнув в самой высокой точке 56 метров. В 2010-м, разогнав байк до 125 км, он совершил невероятное. Перелетел через 85-метровый Каримский канал. А в январе 2012 года перепрыгнул с рампы на рампу через залив Сан-Диего. Но одним из самых эффектных трюков Мэдисона, о котором мы просто не можем не упомянуть, стал не прыжок, но не менее опасный трюк. Покорение на мотоцикле океанской волны на одном из пляжей Таити. И если осваивать планету Робби будет такими же темпами, то через десяток лет непокоренными ему останутся лишь кальдеры супервулканов и Мариинская впадина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова